Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня я хочу вам показать мой микроматч с молдавским гроссмейстером Моней Норелем, который был сыгран в январском турнире мастеров на Гамблере. И хоть этот микроматч я проиграл, но, друзья, так сказать, за кадром партий остались интересные шашечные комбинации и этюдные выигрыши, которые я сегодня хочу показать. Некоторые блогеры и авторы шашечных книг стесняются показывать свои проигрыши, я на этот счет не парюсь. Я кандидат мастера всего лишь, поэтому мне не стыдно проигрывать. Ну и кроме того, я обязан показывать шашечные красоты, независимо от результата партии. Ставь Лукаса, если тебе это по душе. В первой партии гроссмейстер Норель играл белыми, я играл черными. Нам выпала следующая жеребевка дебюта летающая шашка. Белый H2 летит на поле C5, черный H6 летит на поле H2. Белые делают сильнейший ход, GF4. Я побил на D4, ну и белые почти вот такой размен. Далее в партии было G6, CD4. Белые занимают центр, черные пытаются окружать его. FG5, DE3, EF6, CD2 и DE7. То есть в начале я хотел сыграть FG7, затем GH4 и попытаться вот таким разменом выиграть партию. Но в дальнейшем я понял, что у меня ничего не получится с этим планом. То есть видите, белые выстроили ударную колонку и вот в случае такого варианта они бы просто разменялись на поле G5 и преимущество было бы у белых. Поэтому я в этой позиции сыграл DE7. Белые сыграли BA3. Я разменялся назад. Далее в партии было AB4, AG7. Обе стороны подтягивают свои силы к центру. Так. И в этой позиции я сыграл CD6. Белые в этой позиции в принципе могли разменяться вот таким образом и преимущество у них сохранялось. Но гроссмейстер Норрель в этой позиции предпочел сыграть ED2. Я этот ход считаю неточностью все-таки. Здесь этот ход, так сказать, уже уравнивает позицию. Далее в партии было DE7. Белые разменялись. Как видите, друзья, BA3 здесь играть нельзя. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за черных. Она простенькая, но симпатичная. Черные играют FE5. Затем DC5. Прорываются в дамки и должны победить. Естественно, гроссмейстеры на такие комбинации не попадаются. Поэтому белые разменялись. И далее в партии было FE7, DC3, GH4 и BA3. Этот ход, друзья, уже проигрывает. Я в партии ошибся. Сыграл FG5. Этот ход уже за черных проигрывает. То есть мне надо было в этой позиции играть ED6. Ну и как бы белые не играли, у них проигрыш. То есть на ход CB4 мы проводим снова эту комбинацию. Отдаем шашку. Затем вторую. Затем забираем 3. Ну и легко выигранная позиция. То есть видите, FE7 нельзя из-за AB6. И белые не успевают в дамки. Поэтому приходится жертвовать шашку и играть FE7. Тогда черные играют дамкой на поле А5. И видите, сюда нельзя ставить дамку. Она будет тут же поймана. А если сюда ставить дамку, то тогда черные побеждают вот таким образом. То есть а если не ставить дамку, допустим, сыграть EF4, тогда черные просто нападают. Ну и на постановку дамки вынужденный ход. Играем на А5. Ну и снова легко побеждаем. Если же белые в этой позиции вместо CB4 сыграли бы АБ4, тогда проводим уже вот такую комбинацию. Ну и затем играем HG5. Ну и на любой ход производим еще ударчик по затылку. И черные легко побеждают. В партии же, друзья, я ошибся. Не сыграл ЕД6. У меня в этой позиции уже был цитнот. Я сыграл HG5. Ну и белые здесь легко победили. Они сыграли CB4. Ну и на ход ЕF6 сыграли ДЦ5. Мне пришлось размениваться. Другого нет. И белые сыграли ДЦ5. Тут я пошел ДЕ7. Мне ребята советовали, Иван Смурков и Владислав Шипилов, которые вели вместе со мной стрим, сыграть ДЦ7. Но это также ведет к проигрышу. Давайте рассмотрим оба варианта. После ДЕ7 белые сыграли АБ4. Ну и на ЕF6 просто БА5. Я отдал шашку и разменялся вперед. Здесь можно было просто разменяться ходом FG3 и побить на G5. И я не мог поставить дамку, так как она тут же ловилась. Но гроссмейстер Норрель сыграл ЕД6. И на ход FG3 просто отошел. Я сыграл GF2. Белые поставили дамку. Ну и здесь все закончилось. Я сдался. То есть на ход HG3 играем GF4. И все кончено. Друзья, ДЦ7 в этой позиции также не спасал. Потому что белые играли просто АБ4. И в ответ на нападение играли БА5. Затем после размена и на ход HG3 у белых здесь есть выигрыш. Нельзя играть СД6 или ДЕ5. Эти ходы ведут лишь к ничьей. Но здесь есть точный выигрыш. Играем АБ6. Ну и в ответ на жертву играем БЦ7. И видите, черные не успевают никуда. То есть на ход GH2 белые играют АБ8. Ну и постепенно побеждают. То есть видите, такого хода нет. Черные выигрывают. А на такой ход просто бегаем по двойнику. И черные вынуждены сдаться. Кстати, интересные варианты, друзья, были вот в этой позиции. То есть гроссмейстер Норрель сыграл БА3. И здесь я мог выиграть после хода ЕД6. Мы их рассмотрели. А какие еще варианты были возможны в этой позиции? Ну, во-первых, хочу сказать, что вот такой размен. Он проигрывает здесь. Черные проводят комбинацию. Ну, жертвовать бесполезно. У черных будет слишком много шашек. Они выиграют в этом эндшпиле. Поэтому приходится играть АЖ7. Тогда черные точно отдают шашку и ставят дамку на поле Е1. И обратите внимание, друзья, что отходить нельзя, так как черные нападают. И снова отходить нельзя, потому что черные проводят такую комбинацию. Играем АЖ3. Затем ставим дамку. И бьем, допустим, на поле Ф6. С выигрышем. Кажется невероятным, друзья, но в этой позиции, во всех вариантах, черные побеждают. То есть мы выяснили, что отходить нельзя. А на такой ход, обратите внимание, что АЖ7 нельзя, потому что черные нападут. Таким образом, то есть отъедят шашку один и должны выиграть в этом окончании. Если же белые играют шашкой на поле Е7, тогда снова нападаем. И видите, дамку ставить нельзя, потому что белые отыграют шашку. Отходить нельзя, потому что черная дамка гибнет. Но в итоге черные побеждают. Белые здесь не могут сделать ничью. После хода ЦБ4 здесь черные могли провести комбинацию. Ну и все-таки здесь была ничья. То есть черные могли отдать одну шашку, затем еще три. И побить вот таким образом. Ну и в этой позиции у белых есть два хода. Д5 и ДЦ5. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ничью за белых. Один ход ведет к проигрышу, второй к ничьей. Ход ДЦ5 здесь проигрывает, потому что черные нападают. Надо отходить. Ну и просто играют на поле Б2. После хода на поле А7 играем дамкой на Ц3. Ну и на ход АБ6 нападаем таким образом. Белые сопротивляются, отдают шашку. Бьем аккуратно на Д8. Ну и после такого хода нападаем. Надо закрываться. И здесь играем дамкой на поле Д8. Единственный ход. Тогда играем дамкой на Ф6. Ну видите, жертвовать бесполезно. Белые не могут поставить дамку, так как она будет тут же поймана. Поэтому в этой позиции белым остается только сдаться. Потому что такая жертва не проходит. Потому что черные тут же ловят проходную шашку белых и легко побеждают. Поэтому в этой позиции белым надо было точно сыграть ДЕ5. Ну и на ход БЦ7 белые здесь могут в принципе отдать шашку. И просто сыграть ЕД6, достигая ничьей. А на нападение белые здесь могут сыграть вот таким образом. И на повторное нападение отдаем шашку. И аккуратно играем ЕД4. Именно таким образом. И видите, нападения нет из-за простого ДЦ5. И здесь еще белые побеждают. А других ходов на победу нет. То есть на такое нападение играем просто ДЕ5. И белые достигают ничьей. Самая же простая ничья была в варианте ФЕ5. Здесь черные проводят комбинацию. Отдаем одну. Затем вторую. Затем третью. И забираем сразу же 4 шашки. Кажется, что белым не сдобровать. Но здесь простенькая ничья. Нападаем. Видите, отбрасывать бесполезно. На ход ЖФ4 у белых всегда будет ход ФЖ3. Поэтому черным проще всего сыграть ЖФ4. Ну и на ход ФЕ3 у черных есть ничья ходом ЦБ6. Во второй партии, друзья, я уже атаковал. Я сыграл ЖФ4. И после такого же размена, который был в партии, черные здесь сыграли ЖФ6. Я играю ДЕ3. Черные играют ФЖ5. Я играю ЦД4. Черные, как и в первой партии, то есть окружают позицию белых, которые занимают центр. Здесь я сыграл ЦД2. И черные сыграли ЕФ6. Я играю БЦ3. И черные играют ФЖ5. Я полностью занял центр. И черные здесь захотели применить план, который не удался мне в первой партии. То есть они грозят следующим ходом сыграть АЖ3 и побить на поле Ж3. У белых здесь есть два хода. ДЕ5 и БА3. В партии я увидел, что ДЕ5 хорошо играть, но затем я увидел следующий вариант. Черные могут сыграть ДЕ7. И я испугался, что я здесь могу проиграть. То есть я почему-то подумал, что у меня единственный ход ЦД4. Но тогда черные здесь проводят комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее за черных. Черные играют ЖФ6. Жертвуют шашку. Затем играют ФЖ7. Пропускают белых дамки. Ну и здесь у черных большое преимущество. Даже скорее всего они тут должны победить. Но на самом деле, друзья, в этой позиции был отличный ход БА3 за белых, который ставил черных на грань поражения. То есть видите, сейчас комбинация не проходит. У черных остается единственный вариант размениваться вот таким образом. Ну тогда в этой позиции белые играют СД4. Ну и как показывает компьютерная программа Тоша, они побеждают во всех вариантах за счет того, что у них очень мощный центр. Я поэтому в этой позиции сыграл БА3 вместо ДЕ5. И здесь уже черные ошиблись, сыграли ЖФ6. А надо было играть СБ6. И видите, друзья, хода СБ4 нет. Из-за элементарного АЖ3. И черные выигрывают шашку и партию. Поэтому в этой позиции мне бы пришлось играть СД6. Но, видимо, гроссмейстер Норрель увидел тут, что вот такой бой, он очень плохой, потому что у белых очень мощный центр. Они, скорее всего, тут должны победить. А на самом деле, черные могли сыграть АЖ3 и побить именно на поле Ж3. И видите, друзья, здесь уже белым надо жертвовать шашку и затем играть ЕФ4 таким образом. У белых не хватает шашки, но за счет рожна на поле Ф6 позиция абсолютно равная. Именно так надо было играть черным. Но черные сыграли здесь ЖФ6. Я играю СБ4. Черные размениваются назад. В этой позиции очень сильно было играть ЕД4, но я сыграл ДЦ3. В чем суть хода ЕД4? Видите, друзья, в ответ на ход АЖ7 белые играют БА5 и черные должны как-то играть ЕФ6. У них здесь создаются очень плохие позиции, выигранные за белых. А хода ЖФ6 нет из-за того, что белые проводят вот такой ударчик, отдают 2, забирают 3. Вроде бы кажется, что черные отыгрывают шашку. Да, это действительно так. Но здесь белые форсированно выигрывают. Например, ДЕ3, АЖ7, ЕФ4, ЖФ6, АБ4, АБ6. Единственный ход. Ну и здесь белые точно играют ФЕ5. Надо отходить. И затем играют БЦ5. У черных, ну, бесполезно двигаться шашкой. Просто бьем на А7. Затем черные жертвуют шашку, ставят дамку, но белые тут же их ловят. Поэтому тут единственный ход. СД6 как-то побороться на ничью. Тогда белые бьют А на С5. Мы после боя на Б4 ставим дамку на поле Д8. Ну и тут все быстро заканчивается. Надо жертвовать шашку, иначе плохо. Ну и затем на ход АБ2 играем ЕД6. И видите, нельзя ставить дамку, потому что она будет тут же поймана на поле А1. А если ставить дамку на поле С1, тогда играем ДЕ7. Белые проводят все три шашки в дамке и строят боевые позиции. То есть эти шашки, они как бы не участвуют в игре. Тут легкий выигрыш за белых. Кто не знает, как побеждать в позициях три дамки против дамки и простой. Подсказку оставлю в верхнем правом углу. Но, друзья, вернемся к партии. Я в этой позиции сыграл ДЦ3. Последуя АЖ7. И на ход СД4 черные сыграли ЖФ6. Я сыграл БА5. И черные здесь разменялись. Вот таким образом. Я играю ЕД2. Гражу разменяться на поле Ж5. Поэтому черные играют ХЖ5. Далее ДЦ3. БЦ7. СБ4. БА5. В этой позиции Иван Смурков подсказал мне, что белые могут провести комбинацию. Но здесь отдается слишком много шашек. И выигрыша за белых нет. То есть на ход ДЕ5. Затем АБ4. И ЕД4. То есть тут как ни ходи, тут выигрыша нет. То есть на ход СБ6. Здесь черные бьют вот таким образом. Ну и белые здесь победить не могут. У них слишком мало единиц для победы. То есть черные могут сыграть ХЖ5. Ну и в ответ на такой ход закрыться. И на ход ДЕ7 разменяться вот таким образом. И выигрыша у белых нет. Поэтому я после нападения не стал проводить комбинацию. Я сыграл ДЕ5. И просто напал. Черные в этой позиции ошиблись. Сыграли СД6. Этот ход как ни странно проигрывает. Но здесь была очень тонкая ничья. Конечно компьютерная. Человеку такого в Блиц партии никогда не найти. Надо было играть именно ЕД6. И размениваться вот таким образом. Видите друзья в чем суть тут. То есть на ход ФЕ5 черные размениваются назад. Ну надо жертвовать. То есть на такой ход уже просто играем АБ6 ничья неизбежно. Надо жертвовать и играть допустим ЕФ4. Тогда играем ФЖ7. Ну и на ход ФЕ5 черные жертвуют шашку. И прорываются в дамки. То есть белые проводят две шашки в дамки. Черные только одну. Но они контролировать будут большую дорогу. И затем заведут шашку Ж7 на поле А6. И в этой позиции черные, белые победить не смогут. То есть получится вот такое окончание. В этом окончании победы у белых нет. То есть в этой позиции надо было играть ЕД6. А вот СД6 уже проигрывает. Я бью на Д8. Черные бьют на Б4. Ну и после размена черные сыграли СБ2. Я здесь уже в цепнотной запаре. У меня по-моему тут не более 7 секунд осталось. Я сыграл ФЕ5. Ну и выпустил выигрыш. То есть черные поставили дамку. Я ушел на Д6. Ну и черные просто разменялись вперед. Вот я выиграл шашку. И черные здесь. Можно было в принципе не отдавать шашку. Можно было поставить дамку. Но гроссмейстер отдал шашку. И поставил дамку на поле Ж1. Это окончание также ничейное. Ну и после недолгой игры все-таки был заключен мир. Друзья, в этой позиции у меня был тяжелейший компьютерный выигрыш. Конечно, во время партии я бы его не нашел. Но сейчас хочу вам показать его. То есть я играю СД6. Ну и в ответ на постановку дамки играю ФЕ7. Ну черные, допустим, играют по полям А1 и А8. Я играю на поле Ф8. Черные играют на А1. Тут надо сыграть ФЕ7 именно. И на ход дамкой на А8. Здесь есть неожиданный выигрыш. То есть никакие построения дамками здесь не дают выигрыша за белых. Здесь надо именно разменяться вот таким образом. То есть белые должны по сути пожертвовать шашку. Эншпиль очень сложный. Возможно, я являюсь его первооткрывателем. Если знаете, кто-то встречал подобный эншпиль, пожалуйста, напишите в комментариях. Я пока не видел подобных эншпилей. Тут очень красивые этюдные идеи. То есть ход черных. Куда ходить черным? То есть если как-то ходить дамкой, то она тут же гибнет. То есть отдаем дамку. Ну и возникает этюдный финал под названием штаны. Естественно, так играть нельзя. То есть а как играть в этой позиции? На любой ход, на любой ход. То есть на такой ход просто бьем дамкой. Белые побеждают. Поэтому черным приходится отдавать шашку. Ну, обратите внимание, ДЦ3 здесь также нет. То есть отдаем дамку и шашку. Бьем на поле А5. И также возникает этюдный финал штаны. То есть на АЖ5 нападаем. Отошли. Зафиксировали. И на ход АБ6. Нападаем. И снова зафиксировали. Выигрыш белых гарантирован. В этой позиции. Поэтому черные обязаны только жертвовать шашку. Теперь черные играют. Ну, допустим, на А1. Играем ДЦ3. Ну, допустим, на АЖ8. Переводим дамку на поле Е1. Пошли сюда. И теперь играем дамкой на Е1. На любой ход дамки. На такой так ловим в петлю. На такой так. На такой ход так. И возникает снова финал штаны. Поэтому у черных единственный ход. АБ6. Здесь уже такой ход не выигрывает. Поэтому белые аккуратно нападают на шашку. Черные вынуждены отойти. Теперь белые играют Е4. Но если черные пойдут сюда. Просто сыграем дамкой. Выжидаем ход. Затем заходим в люпки. И легко выигрываем. Поэтому черные обязаны играть. Ну, допустим, на поле АЖ8. Теперь нам надо вытеснить шашку С5 на поле Д4. Обратите внимание, что такой ход не выигрывает. То есть, черные отдадут одну шашку. Затем вторую. Ну, и этот Эншпиль, он не выигрывается. Он, как ни странно, ничейный. То есть, в этой позиции надо вытеснить шашку на поле Д4. И съесть ее таким образом, чтобы черные не могли загнать шашку Ф4 на поле А6. То есть, тогда это будет выигрыш. Здесь выигрыш достигается следующим образом. Играем шашкой на поле Д2. Видите, сейчас уже черные не могут занимать вот эти поля из-за такого хода. И дамка черных гибнет. А на ход АЖ7 играем ФЖ5. Поэтому у черных единственный ход СД4. Тогда играем дамкой на поле А5. И на ход дамкой на поле Ж7, единственный ход, уже играем дамкой на поле Д8. Ну и все, у черных не остается полезных ходов. То есть, на такой ход мы их тут же ловим. Победа. А на жертву... На жертву, то здесь возникает простой выигрыш. То есть, сюда, сюда, переводим дамку. Вот таким образом. Ну и черные, видите, ловятся во всех вариантах. То есть, если дамка здесь будет, мы ловим таким образом. Если дамка будет где-то здесь, мы ловим таким образом. Если дамка черных уходит с большака, мы проводим шашку Е3 в дамке. И также строим затем боевые позиции, которые уже я показывал. Друзья, сегодня показал вам классный эндшпиль. Который, ну, у меня на практике до этого не встречался. Я впервые его видел. Возможно, я действительно являюсь его первооткрывателем. Ну и несколько неплохих комбинационных идей. Если вам понравилось данное видео, пожалуйста, ставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. Можете поделиться этим видео в соцсетях. Пишите ваши комментарии. Задавайте вопросы. Если что-либо неясно, отвечу на все вопросы. И, друзья, давайте воевать только на шахматной доске. Играйте много, играйте честно. Увидимся на шашечных баталиях. До свидания.